25 января Татьянин день Предлагаем вспомнить произведение, где главных героинь зовут Татьяна. Книжные герои Тани есть, но они не всегда заметны. Кто-то в тени других персонажей, кто-то нарочно прячется, а кто-то очень даже на виду. Итак, кого же из литературных героинь русской литературы звали Татьянами? Начнем, конечно, с главной Татьяны русской литературы – Татьяны Лариной, героиней Александра Сергеевича Пушкина, Евгений Онегин. Татьяна Ларина – любимая героиня поэта, самый известный женский образ русской литературы. Пушкин с любовью описывает ее внешность, милую простоту, силу ее, чувств, характер, образ мыслей. Итак, она звалась Татьяной. Ни красоты сестры своей, ни свежестью ее румяной, не привлекла бы она очей. Какие Татьяны могут быть после Лариной? Тургенев, Му-му. Все мы со школы помним, как звали собаку Тургеневского Герасима. А как звали его любимую женщину? Татьяной. Вот какой увидел ее Тургенев. Татьяна, состоявшая, как мы сказали выше, в должности прачки, впрочем, ей, как искусной ученой прачки, поручалось одно тонкое белье, была женщина лет 28, маленькая, худая, белокурая, с розинками на левой щеке. С ранней молодости ее держали в черном теле, работала она за двоих, а ласки никакой никогда не видала. Одевали ее плохо, жалований она получала самое маленькое. Родни у ней все равно, что не было. Один какой-то старый ключник, оставленный за негодностью в деревне, доводился ей дядей, да другие детья у ней в мужиках состояли. Вот и все. А еще Татьяна Павловна Пруткова, героиня Романа Достоевского, подросток. Татьяна Павловна Пруткова, всеми уважаемая тетушка, помещица маленького имения, 35 душ, соседствующего с имением Андрея Петровича Версилова, 500 душ. Была доверенным лицом Версилова, помогала ему в управлении имением и в решении важных дел. Вслед за ним переехала в Петербург, посвящена во все семейные тайны Версилова, на правах его близкого и многолетнего друга. Татьяна Павловна является одним из самых колоритных персонажей романа, несмотря на свою посредническую и, по сути, второстепенную роль в сюжете. Татьяна Марковна Бережкова из обрыва Гончарова. Татьяна Бережкова – столбовая дворянка и дальняя родственница молодого столичного повеса, который приезжает в провинцию отдохнуть от петербургской суеты. Толстой, Анна Каренина. Великое произведение знакомо нам в первую очередь по имени главной героини. Но и здесь мы встретим Татьяну очень скоро. Точнее, Тончурочку. Именно так ласково называет свою ненаглядную умницу любящий отец Степан Аркадьевич Обломский. Фраерман. Дикая собака-динго или повесть о первой любви. Это лирическое, полное душевной простоты и света, произведение о товариществе и дружбе, о нравственном взрослении подростков. Главная героиня ее – Таня Сабанеева, школьница, еще по существу ребенок. Она испытывает первое мучительное чувство любви, которое накладывает сильнейший отпечаток на все ее поведение, мысли и чувства, причиняющие ей первые и достаточно сильные страдания. Алексей Арбузов. Таня. Таня была всецело поглощена своим маленьким семейным счастьем. Забросила учебу, отгородилась от всего. Измена мужа, потери ребенка, сломили ее. Но, закончив медицинский институт и уехав в Сибирь, Таня нашла свое место в жизни, обрела друзей и поняла, что нужна людям. Каверин. Юность Тани. В книге рассказывается о начале жизненного пути девушки, которая после неудачной попытки стать актрисой поступает в медицинский институт. Профессия становится для нее призванием. Юность Тани – это первая часть трилогии «Открытая книга», посвященной жизни известной деятельницы советской медицины. Прототипом Тани стала мадам пенициллин Зейнаида Виссарионовна Ермольева, советский микробиолог и эпидемиолог, действительный член Академии медицинских наук, создательница антибиотиков в СССР, лауреат Сталинской премии первой степени, выдающаяся женщина, чьи достижения в развитии медицины спасли жизни миллионам людей. В детстве Тани импульсивны и склонны к экстравагантным поступкам, но потом об этом жалеют. Описан этот феномен, например, в стихотворении Агнии Барто «Наша Таня громко плачет». Вот и в стихах Чуковского «Бармалей» Танечка стала боевым товарищем Ванечки и вместе с ним убежала в Африку бегом, несмотря на предупреждение родителей, но кончилось все у них хорошо. Судьба Танюшки и сказа Павла Бажова «Малахитовая шкатулка» сложилась весьма необычно из-за этой шкатулки, которую подарил ей покойный отец. В детстве она очень любила играть с его подарками. В Тане была необычная сила, связанная с этой шкатулкой и ее драгоценностями. 25 января – Татьянин день. Татьяна – имя редкой красоты, оно источник нежности, любви, ведь даже Пушкин написал. Татьяна – милый идеал. Татьяну с праздником поздравим, любви и счастья пожелаем. Цвети, весною будь полна, очаровательна, нежна. Прекрасна ты и так мила, и обаятельна, умна. Пусть твои важные мечты все будут в жизнь воплощены. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok